Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас снова встреча с Библией и мы будем снова ее читать, размышлять. Сегодня тема будет несколько необычная. Я хотел бы наше размышление сегодня назвать такой интересной фразой «Встречи Христа с бесноватыми». Вообще, когда мы размышляем на эту тему, тема экзорцизма или процедура изгнания бесов, она всегда волновала людей. Причем как в Ветхом, так и в Новом Завете. А когда это касалось вообще непосредственно Христа, то это становится еще более интересно и познавательно. Но для этого хотелось прочитать сразу несколько отрывков из Писания, чтобы мы всю картину имели в полном объеме. Давайте приготовим Библии и будем немножко читать. Первый отрывок, который хотел прочитать, это в Марков 4 главе. Я буду читать с 35 стиха до конца. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? И следующая глава начинается продолжение этой истории. «И пришли или приплыли на другой берег моря, в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями. Но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда, ночью и днем, и в горах, и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал, «Что тебе до меня? Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из всего человека». Он спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. «Посло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавший, в котором был регион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда вошел он в лодку, бесновавший просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. И еще один отрывок, который как бы с другой стороны описывает эту историю, это Евангелие от Луки, 8 глава, мы прочитаем с 22 стиха. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали. И сделалась тишина. Тогда он сказал им, «А где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Годаринскую, лежащие против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами. «С давнего времени, и в одежду не одевавший, и живший не в доме, а в гробах, он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебе, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелевал им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. И бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали, рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящие в ногу Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исселился бесновавший, и просил его весь народ гадаринский, окрестности удалиться от них, потому что объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказал, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда я размышляю над этими отрывками, то есть два евангелиста по-разному или с разных взглядов как-то описали эту историю. И вот когда я смотрю на этот отрывок, вообще на всю эту ситуацию, то я вижу в этой истории таких четыре очень интересных мысли. первое, куда Иисус направился. Второе, что произошло по пустыне, по пути на море. Третье, как Христос встретился с бесноватыми. И вообще, зачем вся эта история для нас. Давайте начнем по порядку. Итак, первая мысль, куда Христос направился. Когда мы читаем внимательно Библию, то мы видим такой момент. Когда на карте смотрим Палестины, где был Христос и куда он поплыл, то мы видим такую вещь. Вот этот Дикополис, это в русском переводе Десятиградия, это была группа из десяти античных городов. Она была восточной Иорданской долины с юго-западного плата Голландских высот до современного Омана. Города не образовывали союз и не были политическим объединением. Но они являлись вот такой группой на базе языка, культуры, расположения и политического статуса. Вот эти города Дикополиса являлись центрами греческой и римской культуры. На форе оригинальной семитской культуры. И каждый город имел определенную степень автономии или самоуправления. Когда мы смотрим на карту, там были такие города. Дамаск, Филадельфия, Рафана, Скиполь, Гадара, Гиппоз, Дион, Пелла, Гараса, Каната. И вот этот Дикополис, он был как бы регионом пересечения двух культур. Колониальной греческой и местной семитской. Это зачастую приводило к большим конфликтам. То есть греки были шокированы. С одной стороны, праздником, практикой обрезания. Семиты были не согласны с доминирующим, ассимилирующим характером эллинистической цивилизации. И вот эти новозаветные тексты, которые упоминают окрестности Дикополиса, как место проповеди Иисуса, они как бы показывают на фоне чего все это происходило. Дело в том, что Дикополис был одним из немногих регионов, куда путешествовал Иисус и где языческое население было в большинстве. В основном учение Иисуса было направлено на евреев. И оно подчеркивает вот этот языческий характер Дикополиса, где Иисус встречает стадо свиней, то есть тех животных, которые были запрещены кашуратом или еврейским законом в пищу. И вот это служение богам осуществлялось и жреческими родами. То есть наряду с множеством богов весь район Дикополиса поклонялся свинье, поэтому их разводили не только для еды, но и для жертвоприношений в их храмах. То есть что мы понимаем теперь? Христос отправляется в тот район, где для правоверного еврея быть крайне нежелательно. То есть это еще хуже, чем Самария. И вовсе не потому, что там живут язычники, что там такой культ поклонения, где не поклоняются, употребляют в пище свиней. Проблема в репутации, которая может сложиться для всего служения Христа и его учеников потом. И далее нам нужно обратить внимание на то, что вообще происходило на пути, когда они плыли в лодке на море. Это вторая идея, которая сразу прослеживается в этой истории. То есть что произошло по пути на море. То есть Библия говорит о том, что там началась жестокая буря. И Библия говорит о том, что все ученики изо всех сил пытаются спасти лодку своей жизни. Библия говорит, они в отчаянии, они уже в крики, они приходят ко Христу или подбегают ко Христу, хотя узкое там пространство было, а Он в это время спит в лодке. То есть по мнению учеников, все происходящее с ними и вокруг низ Христа не волнует. Что же происходило на самом деле? Скорее всего для учеников была проблема вообще не отправляться на ту сторону моря. Вот они представляли себе, как воспримут это путешествие люди, когда они оттуда потом вернутся. То есть со своей стороны они не могут Христу что-то сказать, зачем мы туда плывем. И поэтому буря началась сначала у них в сердце, а затем происходит на море. А вообще для чего все это случилось с учениками? То есть много причин. Первая причина, почему этот шторм произошел, скорее всего в том, что говорят, иногда трудотерапия делает удивительные вещи. Поэтому Бог подарил им возможность вот в этих трудах немножко отвлечься от своих внутренних противоречий и бунта. Вторая причина. Христос хотел научить их послушанию Богу. Вообще, как это иногда трудно, просто выполнить то, что Он нас просит. Я бы хотел прочитать несколько примеров на эту тему. Первый пример – это Судей, шестая глава. Интересная история. Судей, шестая глава. Мы читаем это во времена судей. Произошла такая интересная история. Это шестая глава. Я прочитаю с шестнадцатого по двадцатый стишок. «И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь моих детян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Не уходи отсюда. Да коли я не приду к тебе, и не предложу дара моего, и не предложу тебе, он сказал, я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел, приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Я хочу немножко отвлечься. Дело в том, что эта история произошла во время, ну, можно сказать, оккупации, когда был очень сильный голод, когда за каждую горстку муки ходила продразверстка и все это забирало. И Гедеон в этот момент все прятал. И вот когда Бог приходит к нему и говорит, я тебя выбрал, чтобы ты спас Израиль, и он как бы благодаря Бога предложил вот такой вот вариант. Говорит, я хочу тебя угостить. А вот теперь интересные слова, 20 стих. «И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресники, и положи на сей камень, и вылей похлебку». Вы можете себе представить вот эту ситуацию? Во время голода взять и вылить. А Библия говорит, он так и сделал. То есть, когда я смотрю, это интересный пример послушания. То есть, в военное время, когда голод, а Бог говорит, «Возьми это и вылей». Я служил в свое время в армии в Ленинграде. И я был у одной нашей сестры, которая всю блокаду провела в этом городе. Она рассказывала, ни одной травинки в городе не было. Ни птичек, ни мышей, ничего. Все съели. Вы представьте, это все равно, что в блокадном Ленинграде взять эту пищу и вылить на мостовую. И меня поражает послушание Гедеона. Он берет и выливает. Потому что Бог ему это сказал. Еще один пример послушания, тоже поразительный пример, это Евангелие Луки, пятая глава. Я прочитаю несколько стихов с этой главы. Это с третьего по пятый. Интересная история. И, войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил ему отплыть несколько от берега и сев учил народ из лодки. Ну, это понятно. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину. То есть он был около берега, а теперь чуть-чуть дальше. И закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему, вот этот наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. То есть представьте ситуацию. Сети с толстой нитки, фактически с бечевки. Поэтому, чтобы поймать рыбу, они ловили ее ночью. Уже ясный день. Говорят, забрось. Ну, какой смысл забрасывать? Ночью не поймали, а днем. Ну, вот интересные слова Петра. Но, по слову твоему, закину сеть. То есть это примеры послушания. Библия говорит, они послушались. Хоть Гедеон, хоть Симон послушался. И третья причина, почему произошел этот шторм на море. Бог хотел воспитать учеников доверия Богу. Вы посмотрите, как интересно. Буря, а Христос спит. Он полностью с себя верил Богу. И совсем не важно, что происходит вокруг. Он доверяется Богу. Я когда читаю примеры за доверие Богу, меня поражает, допустим, история с Аввакумом. В третьей главе, 17-18 стих, интересные слова пророк Аввакум говорит. Он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец загоня, не рогатого скота в стойлах. То есть, если говорить современным языком, продуктовые склады закрыты, на полках пусто, в курятнике уже ничего нет, и машину угнали. А дальше он говорит, ну и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Еще один пример вот такого полного доверия Богу. Когда я читаю Иова, 13 главу, 15 стих, интересно, вот этот многострадальный человек говорит, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Он не понимал, что это происходит, почему происходит. И он считал, что даже если это Бог делает, хотя это не Бог делает, он говорит, я все равно буду доверять. Была четвертая причина, почему Бог допустил эту бурю на море. Он хотел вот в этой истории показать, кем он является. Вы посмотрите, встает, ничего ученикам не говорит, он запрещает ветру и воде. И Библия говорит, ветер и море его слушаются. Ученики в страхе. Кто это? Ладно, они понимают, как-то вопрос с болячками. Может быть, как-то заговорить, как-то еще что-то. Но природа? И, наконец, третья мысль, которая, самая основная, которая возникает в нашей истории, это вот как происходит встреча Христа с этими бесноватыми или с бесами. Разные евангелисты по-разному описали эту историю. Марк и Лука говорит, что был один бесноватый. Матфеев говорит, что было два бесноватых. И здесь вопрос не в количестве, кто прав, кто не виноват. Может быть, их было и двое, но вот один был очень колоритный вот в этом плане. То есть, он более запомнился, но суть не в этом. Когда я смотрю на эту историю и на вот эту ситуацию, как происходит эта встреча Христа с бесноватыми, меня интересует, во-первых, как происходит встреча. Вы посмотрите, Библия говорит о том, что бесноватый или бесноватые, увидев Христа издалека, прибежали, поклонились и признали Его Богом. Почему я акцент делаю именно на эти вещи? Вы посмотрите, сколько много людей ходили рядом со Христом. Причем постоянно, но не сомневались, кто такой Христос. А не даже для учеников это был открытым вопросом. А бесноватые люди, одержимые бесом, сами бесы это признают. Второе, когда я смотрю на эту историю, вот эта история описывает прямое и публичное столкновение дьявольских сил с Божьей силой. И вот смотрите, что интересно, при этом дьявол со своей стороны бросает в атаку все свои силы. Вы посмотрите, какой накал страстей во всем. Внешний вид, действия, результат столкновения, последствия этого столкновения. И вы посмотрите, как евангелисты намерены были изобразить крайнюю степень беснования. Я здесь немножко отвлекусь. Я когда смотрю на Христа, Христа тоже обвиняли фарисеев в том, что он был воплощением и посланником сатаны. И вот здесь Христос становится лицом к лицу с крайним обнаружением демонской силы и влияния. Давайте вспомним еще подобный пример из Библии. Я ее немножко перескажу. Это Третье царство, 17 глава, 17 по 40 стих. Интересная история. Я ее не буду читать. Вы ее можете дома прочитать. Это с 17 по 40 стих. Библия говорит, начиная Библия говорит о том, что царь Ахав разрешил своей жене совершать идолопоклонство во всем государстве. То есть одобрял это дело. Пророк Илья приходит и говорит, за это три с половиной года дождя не будет. Пока Ахав до Ахава дошло, Илья скрылся. И потом через три с половиной года приходит до царя и говорит, вернее, происходит интересная встреча. Царь, когда его видит, говорит, это ты смущал Израиля? Уже такой голод. А пророк говорит, нет, это ты негодяй. Это из-за тебя все это. Поэтому, чтобы давай этот вопрос решим раз и навсегда, говорит, собирай весь народ, собирай всех жрецов на гору кормил, и там мы будем этот вопрос решать. И Библия говорит, царь послушался не жену теперь, послушался пророка, собирает 850 ложных пророков, собирает весь израильский народ на эту гору. И пророк Илья предлагает такой вариант. Давайте народу, говорит, давайте выбирать, кому служить, или Богу, или вот этим валом. Как это можно сделать? Говорит, давайте сделаем жертвенник, сначала же, их много жрецов вала, пускай сначала они принесут жертву, положат дрова, но огня не подкладывают. И тот Бог, который действительно Бог, пускай эту жертву запалит, то есть не спустит огонь. И Библия говорит, они целый день занимались вот этими плясками, кололи себя, истязали себя, кричали, в транс сходили. Ничего не получилось. В три часа дня Илья прекращает это безобразие, восстанавливает Божий жертвенник, приносит туда жертву, и потом заставляет народ выкопать вокруг ров. И Библия говорит о том, что пророк Илья повелевает налить воду на жертвенник. Если вы посмотрите на карту, скорее всего они бегали к морю, и это очень далеко, и носили туда воду. Раз вылили, второй раз, третий, пока этот ров даже не наполнился. И потом Илья помолился Господу и сказал, Господи, покажи, кто ты. И Библия говорит, не спал огонь, пожрал жертву, сгорели эти дрова, сгорели эти камни, эта вода испарилась. И весь народ сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Но народ то выбрал Бога, а как быть с этими ложными служителями. Илья говорит, схватите их. Их схватили, и он их заколол. То есть весь народ признал, что надо служить Богу. И мы видим, похожая история здесь произошла. Столкновение бесы и Христос. Там тоже столкновение ложные пророки, истинный пророк. И третья идея, которая сразу проскальзывает в этой истории. Сразу бросается в глаза, когда мы читаем, у всех евангелистов есть одно выражение с антонимом, которое заставляет нас обратить внимание на себя в одном аспекте. Смотрите, одержимый бесами с давнего времени в одежду не одевавшейся. Так написано. Народ приходит и видят он одет и в здравом уме. И вот это выражение одет и в здравом уме, оно осмысливется как нечто взаимосвязанное. То есть до изгнания бесов, когда одержимый был не в себе, он был ногой. Вообще в Библии понятие одежды, кроме основного, очень часто имеет значение символическое, когда одежда означает сознание. То есть если я одетый, значит умею различать добро и зло. И теперь хочется вспомнить описание церкви периода Ладикии. Это в Откровении в 3 главе 17 стихе Христос говорит церкви. Вот ты говоришь «Я богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп и нах». Четвертое, что меня поражает вот в этой истории, я смотрю, как обращает на себя внимание просьба бесов в отношении того, чтобы Христос разрешил войти им в свиней. Вы посмотрите, как это происходит. Я бы хотел снова зачитать эту историю или перескажу ее. Это Марка 5 глава с 9 по 13 стих. Христос спрашивает у бесов фактически «Как вам имя?» Они говорят «Легион, потому что нас много». И они просят, чтобы он выслал не из страны и не в бездну, как Лука говорит, а свиней. И вот интересно, бесы просят «Пожалуйста, отправь нас в свиней». Понимаете, подобное ищет подобное. Бесы хотят соединиться со свинством. И Христос разрешает. И когда внимательно думаю об этом, вы посмотрите, у дьявола была цель. Он хотел через потерю свиней, чтобы жители не захотели принять Христа и его миссию. То есть фактически он вот этой просьбой хотел ударить людей по карману. Вы представьте, 2000 свиней. Если каждая свиня по пол тонны, если хорошая, откормлена, вы представьте, сколько еды. А представьте еще другую интересную ситуацию. 2000 свиней, небольшое море, фактически озеро, если они утонули. Фактически это на то время экологическая катастрофа. Вы представьте, для еврея, который пьет воду, а там мертвые свиньи. И вот когда я смотрел в оригинале, интересно, что в оригинале стоит слово «не позволил». Это в синодальной Библии почему-то такое слово. Переводчики допустили. В оригинале стоит слово «допустил». А это уже интересно. То есть у дьявола есть цель здесь закрыть миссию на этой территории для Христа. И Бог это хорошо понимал. И поэтому на все происки дьявола у Христа уже есть контрмеры. Да, он говорит, меня не примут, но они примут своего, того, кого вы постоянно боялись, кто вас пугал, вы точно его примете. И вот теперь четвертая мысль, которую хотелось поднять во всей этой истории, вообще для чего она нам дана? Зачем она записана в Библии? Давайте возвращаться все-таки сначала. Значит, первый момент, который я здесь вижу, выбор направления своего путешествия. Вот смотрите, стрелочкой показал, откуда, куда Христос движется. И у меня сразу вопрос. Как вы думаете, для чего Христос предпринимает это путешествие? То есть он отправляется, будем говорить, с религиозной точки зрения, с нормальной территории, туда, где нет ни репутации, где язычники, куда вообще правоверному заказана дорога. И вот этот вопрос показывает, если мы правильно поймем, Христос показывает ценность каждого человека в глазах неба. И неважно, в какой стране человек живет, в каких условиях, и даже вопрос степени одержимости бесов, Христос готов отправляться за одним человеком, даже если в нем легион бесов. Второй момент, который меня поражает сразу в этой истории, вот сам случай в лодке, вот то, что там произошло. Знаете, Бог очень много может допустить в нашей жизни, чтобы мы до конца доверились Ему во всем. И Бог специально разрешает разразиться бури. То есть нас подведут в этой жизни самые близкие люди. И Бог пытается сегодня научить каждого вот этому самому важному уроку зависимости от Него. Я вспоминаю невольно Асафа в 72 Псалме 25 стихе. Он когда приходит к Богу с такой бурей возмущения, кучей вопросов, и когда Бог открывает себя, Он интересные слова говорит, кто мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле. То есть Он доверился. Третье, что меня трогает в этой истории вот как происходит сама встреча с бесноватым. Но посмотрите, как это интересно. Вот в этой встрече Христос готов встречаться, освобождать человека от бесов, приводить его в себя, одевать. Заметьте, вот все эти глаголы говорят о Божьем характере. То есть вновь и вновь небо показывает заинтересованность каждому. И вот смотрите, как это интересно происходит. Бесы прибегают издалека, а небо опускается по расстоянию еще дальше, еще к одной душе, которая нуждается в спасении. Следующая мысль, которая сразу же вытекает из этой истории, это вопрос миссии. И эта тема миссии сразу затрагивает многие аспекты. значит сначала возьмем вопрос учеников. Вот какая миссия учеников в то время вот в этих обстоятельствах? Вы можете себе представить? Они садятся в лодку на той стороне, где все правоверные, все евреи, одну религию исповедуют, и они теперь плывут, и они понимают, куда плывут. И вот теперь окружающие, те, кто остались, те, кто там встретят, и опять когда они вернутся, они не ожидали одного, что там было. Они ожидали свидетельства, что произошло в лодке, при встрече с бесноватым, как люди отреагировали. У меня вопрос. Вот когда я смотрю на учеников, скажите, пожалуйста, это трудная миссия, сколько они мозолей кровавых натерли, как они испугались, а потом обрадовались этому исцелению бесноватых, как они увидели отторжение этих людей, и что они опять вернулись домой, к себе, в свою страну. Вы посмотрите, нетрудная миссия, просто расскажите, просто поделитесь, то, что вы пережили. То есть, это личный опыт, никакого богословия. Второй момент, когда я смотрю на бесноватых, вот скажите, пожалуйста, какая миссия бесноватых? Вы посмотрите, конец этой истории, эти бесноватые просят, пожалуйста, мы хотим с тобой быть, за тобой ходить, у тебя учиться. А Христ говорит, нет, оставайся, иди домой и расскажи, что с тобой Бог сделал. Интересно, то есть, что ожидалось от вот этого человека, или от этих бесноватых? Две вещи, возвратись домой и расскажи пережитый опыт. Опять, никакой трудности, никакой проблемы, это реальная история, это было со мной, пойди и расскажи. А теперь хочется переключить внимание на себя. А какая же наша миссия? Что ожидается от нас сегодня? Я бы хотел сказать, что то же самое. И вот когда я смотрю теперь, обращая внимание на нас с вами сегодня, в 21 веке, знаете, что самое проблематичное? Вот здесь, в этой миссии для нас. Я бы хотел об этом прочесть. Это первое послание Иоанна. И вот так есть интересные слова. Первая глава с первого по третий стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была отца, явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его, Иисусом Христом. Посмотрите, что самое проблематичное для каждого из нас, пережить опыт лично. поделиться не проблема. Когда нас просят, тоже не проблема. Для нас самая большая проблема иметь личный опыт и продолжать иметь эти опыты каждый день. Небольшой отрывок, знакомая история, как много уроков для каждого из нас. Есть о чем подумать, чему научиться, о чем помолиться, что-то сказать Богу, прочитав эту историю. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе и приношу благодарность за то, что три евангелиста описали эту историю, удивительную историю, в которой очень много уроков для каждого из нас. Господи, сейчас самая большая проблема в том, что постоянно происходит стычка, борьба. Борьба между добром и злом, между тобой и бесами, и каждый из нас в это втянут. Господи, мы каждый день бываем в этой стране, где тоже царят беснования, одержимость, и эта война духовная продолжается и ныне. Господи, читая эту историю, я вижу, как Ты готов опускаться к нам сегодня, готов помогать нам в этой борьбе, готов нас одевать и приводить в здравый ум. Ты готов использовать и нас для этого служения. Господи, помоги, чтобы эта история могла нас коснуться, чтобы она что-то поменяла в нашей жизни. Господи, помоги нам, переживая эти опыты с Тобой каждый день, потом просто ими делиться. Во имя Твое просим об этом. Аминь. В конце я хотел бы вместе напомнить для вас интересное обетование. Это в Откровении 3.20 знаменитый текст, который как-то связан с нашей историей сегодня. Христос говорит, «Се, стою у двери и стучу». Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мной. Аминь. и отворит отворит «Се, Продолжение следует...